МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...пользовать авиабазу Моназ для нападения на Иран. Радиоактивный уголь вывозит МЧС. Министр чрезвычайных ситуаций информирует о том, что его ведомство занимается сбором и вывозом зараженного топлива. Поймали на травке. Капитан милицию употреблял марихуану. Его поймали с поличным, когда он курил каннабис у себя в кабинете. За это его и уволили из органов. Иран надеется, что Кыргызстан не позволит американцам использовать авиабазу в аэропорту Моназ для ведения боевых действий против Ирана. Об этом сообщил посол Исламской республики в Кыргызстане Манучехар Маради. А в целом дипломат уверен, что делать это кыргызскому правительству не придется, так как угрозы со стороны США больше носят психологический характер, нежели военный. Поэтому, по словам посла, американцы навряд ли будут использовать Манас или другие военные объекты в регионе для атак на Иран. Помним, президент Кыргызстана Алмазбек Адамбаев в декабре прошлого года, вступив в должность главы государства, выразил обеспокоенность за безопасность страны в случае начала военного конфликта между США и Ираном. Между тем, договор о размещении авиабазы коллекционных антитеррористических сил на территории Кыргызстана действует до 2014 года. Мы не думаем, что власти Кыргызстана позволят США использовать центр транзитных перевозок Манас для атаки на Иран. Наша страна обладает мощной научно-технической базой и технологиями сильной армии. Не думаем, что какая-либо страна вообще осмелится напасть на нас. План «Б» стали рассматривать в правительстве в случае, если Казахстан откажется принимать свой радиоактивный уголь обратно. Он заключается в сохранении опасной партии топлива на своей территории. Наиболее вероятным местом для этого может стать хвостохранилище недалеко от города Короболта в Чуйской области. А пока, как сообщает министр чрезвычайных ситуаций, продолжаются работы по вывозу радиоактивного угля из социальных объектов региона – школ, детсадов и домов престарелых. Напомним, опасное топливо каким-то образом попало и туда. Более того, часть угля эти объекты уже успели сжечь в своих котельных. Всего же на социальные объекты области было доставлено более 700 тонн. УЧС сообщает, что половина из них уже возвращена на ТЭЦ Бишкека, и работы по вывозу не прекращаются даже ночью. В то же время на самой территории столичной теплоэлектроцентрали находится около 9 тысяч тонн радиоактивного топлива. Оно было завезено из Казахстана в сентябре прошлого года. Мы проводим работу по обратному вывозу угля с территории Чуйской области. На сегодня за три дня вывезено всего 428 тонн угля. Сегодня мы планируем завершить полностью работу по вывозу угля с территории Чуйской области. Служба внутренней безопасности Кыргызстана задержала офицера милиции одного из отделов внутренних дел Бишкека, употреблявшего наркотик. Задержали его в своем же кабинете. Но наказания за употребление наркотиков в уголовном кодексе Кыргызстана нет, и поэтому его всего лишь уволили из органов. Подобных фактов превышения своих должностных полномочий у сотрудников СВБ на своих же коллег предостаточно, но наказания несут единицы, поскольку дела, доходящие до суда, каким-то образом или прекращаются, или приостанавливаются. Тем не менее, служба внутренней безопасности МВД ограничивает противозаконные действия сотрудников, которые путем обмана или получения взятки улучшают свое благосостояние. У нас была соответствующая оперативная информация о том, что он употребляет наркотическое вещество, а именно марихуану. То есть вот эти сотрудники, которые мы выявляем, которые употребляют наркотическое вещество, мы проводим соответствующие экспертизы. После получения данных результатов мы автоматически их увольняем из органов внутренних дел. В парламентской стороне демократические законы. В регионах Кыргызстана предлагают повысить полномочия органов местного самоуправления в рамках проводимой реформы госуправления. Чтобы не повторить трагические события на юге республики, депутат, парламент, а он же один из инициаторов законопроекта Унурбек Тикибаев, предлагает упразднить городские и государственные администрации, на месте которых должны будут появиться представители правительства. Количество чиновников и государственных органов, которые в разы возросли за последние несколько лет, будет сокращено. Другой причиной идти на подобные меры стал дефицит бюджета. В то же время, если законопроект парламентарии поддержат, то в районах, по словам Тикибаева, могут начаться политические битвы за власть на местах. Между тем, парламентарии считают, существует опасность того, что подобными законами могут воспользоваться и третьи силы, которые захотят разделить страну. Бизнес-сообщество заступило из-за руководства сотовой компанией «Мегаторитет». КГКОМ, заключенная под стражу, с просьбой заменить задержанным лишение свободы на подписку о невыезде к президенту и главе спецслужбы, обратился Союз предпринимателей. Бизнесмены недоумевают, почему первым делом новые антикоррупционные службы ГКНБ стала не борьба со взяточниками в высших эшелонах власти, а охота на предпринимателей. Сообщество подчеркивает, что коррупция – это именно обмен власти на деньги. Союз предпринимателей не пытается никого оправдать, однако обращает внимание общественности на методы спецслужб, названные советскими. Сначала сажают, потом доказывают вину. Напомним, чекисты задержали гендиректора «Мегакома» Азамата Мурзалиева, а также его советника Алмаза Абекова, финансового директора Алтенбека Аблабекова и главу фирмы «Новостройсервис» Аману Лукинежбеком. Им инкриминируется статья о растрате веренного имущества. Если в борьбе с коррупцией предприниматель будет крайним и объявлен главным коррупционером, что по сути само является абсурдным, это станет отмашкой для всех надзорных органов. Зачем бороться с коррупционером, который обладает властью и силой, когда можно сажать предпринимателей? Единственное предприятие, занимающееся георазведочными работами нефти и газа, хочет прибрать к рукам депутат парламента. Такое заявление делает руководство самого предприятия «Кыргызнефтегаз». При этом рейдерский захват теперь выглядит иначе, нежели это было во времена правления Бакиева. На смену грубым наездам пришли запутанные финансовые махинации, заявляют представители правкома «Кыргызнефтегаза». По их словам, нынешний депутат парламента Исхак Перматов, возглавлявший предприятие три года назад, заключил заведомо невыгодный для компании контракт на приобретение буровой установки. Последнее обошлась предприятию в 8,5 миллионов долларов. Хотя отмечается, что рыночная стоимость ее не превышает и 4 миллионов долларов. Ко всему по контракту «Кыргызнефтегаз» должен расплачиваться за буровую установку нефтью, цена которой, наоборот, была сильно занижена. Фирма «Юнитрейд Компани», продавшая слишком дорого буровую установку и получившая на бумагах слишком дешевую нефть, принадлежит приближенным тогдашнего руководителя «Кыргызнефтегаза», ныне депутата Исхака Перматова, отмечают нынешние представители предприятия. Отметим, работники «Кыргызнефтегаза» не собираются эксплуатировать купленную перматовым установку, не хотят они расплачиваться за нее нефтью. На протяжении последних полутора лет они выходят на митинги, пытаясь обратить внимание властей на проблему. В течение двух лет были раскрыты коррупционные схемы бывшего руководства, но компанию не могут оставить в покое. Цель депутата – довести нефтедобывающее производство до банкротства, затем купить ее за бесценок. Это все, о чем мы хотели рассказать. Спасибо, что были с нами и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова